Всем приветики! Как вы можете видеть, я сейчас делаю дефрагментацию диска. Что такое дефрагментация и для чего она нужна? Дефрагментация это процесс типа объединения файлов на жестком диске. То есть, как вы видите, на диске идет такая полоса. То есть, диск, вот он, если посмотреть, теперь, ну, допустим, другой диск, здесь ничего не видно. Хотя нет, тоже видно полоса. Она уже в другом месте в конце, вон она видна, такая полосочка идет, вот она с краю. Это то место, где заканчивается записанный файл на диске. Здесь же оно заканчивается, вот оно, здесь прямо, прямо явно видно. У меня есть и другие диски, где вообще, например, не видно. Вот здесь, например, вообще не видно. То есть, он полностью записан. Здесь нет свободного места, диск записан полностью. Все время как здесь вот, есть свободное место, потому что диск записан не полностью. Вот это свободное место, а вот это вот записанное. Также на винчестере, когда вы записываете какие-то файлы, они заполняют супространство диска. Только на диске, на этом диске, который вставляется в CD-ROM, вы уже не можете удалить файлы, и они здесь постоянные. Поэтому здесь всегда все выглядит одинаково. А на винчестере вы можете удалять файлы. И когда вы записали файл, они как-то легли. Вы купили винчестер, записали на него файл, они как-то легли именно вот так, ровненько, красивенько. А потом в процессе использования вы начинаете удалять файлы. И здесь появляется пространство. В общем, вот это свободное пространство. Такое же пространство появляется вот здесь, в середине. Может быть, вообще все удалите, а то, что было здесь, останется. Для вас-то ничего не изменится. Все как лежало, фапка как-то лежит. А на самом деле оно удалится, допустим. Допустим, вы записали, разбили диск на новый, на два раздела. Один системный, второй для файлов. И второй для файлов полностью записали фильмы. Потом все фильмы удалили, оставили какие-то, которые самые интересные. И эти фильмы будут находиться где-то в разных местах. И чтобы компьютер найти ваши файлы, ему нужно будет пробежаться по всему диску и найти эти самые файлы. То есть оно идет так по очереди, пока не найдет все файлы. И это займет время. Поэтому диск будет работать медленнее. А дефрагментация, она находит все эти файлы и упорядочивает их, чтобы они лежали как положено. То есть, чтобы они не были разбросаны по диску, а все аккуратненько укладывают по кругу. И в итоге, компьютерная перегрузация, искать по всему диску, где там ваши файлы лежат, они все вот и не будут в одном месте. Он сразу пробежится и сразу вам все покажет. То есть, дефрагментация это процесс собирания разбросанных файлов со всего диска и упорядочивания их, ну, в общем, в одном месте. То есть, чтобы они не были разбросаны по всему диску, а сложены в одном месте. То есть, ну, я думаю, вы поняли, о чем я. То есть, так вот такое вот просто свободное пространство, оно будет везде, а занятое тоже будет везде. А так оно все будет лежать четенько, вот как сейчас. Что-то будет заполнено, а что-то будет свободно после дефрагментации. То есть, оно все сложит по порядку, и компьютер быстренько все найдет. А когда оно не дефрагментированное, а вы уже долго им пользуетесь, винчестером, то оно все будет разбросано, и у компьютера идет время, чтобы все это найти. Вот. Это и есть процесс дефрагментации. И вот я себя и выполняю, чтобы компьютер винчестер работал быстрее, было здесь вот 10%. Я дефрагментировал и стал 2%. То есть, только 2% файлов разбросано где-то по мчестеру. Почему-то оно не смогло их переместить. По идее, должно было быть 0%. Но он почему-то не смогло переместить, не знаю почему. Но уже лучше не 10%. На системе на диске вообще 20%. Надо бы дефрагментировать файлы вот эти вот, все, которые разбросаны. Но для дефрагментации ей нужно свободное место, которого у меня нет. Поэтому буду освобождать, потом удерживаю в игру, агментировать. Вот. Так что дефрагментацию периодически надо выполнять, чтобы ваш винчестер работал быстрее. Как-то так. На этом все всем. Покедо. Продолжение следует...